Что изменилось в рассылке налоговых уведомлений и квитанций на оплату за электричество? Кто имеет право на бесплатное получение путевки в санаторий? Как изменил время своей работы Славянский многофункциональный центр? Мы расскажем в нашей рубрике «Телетайп новостей». На Кубани завершился смотр-конкурс названия «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования на территории Краснодарского края в 2019 году». По итогам победителем среди муниципальных районов признана ЕДДС Славянского района. Главное предназначение службы – прием сообщений о чрезвычайных происшествиях, а также вызов экстренных служб для помощи людям. Единый номер 112 работает как со стационарных телефонов, так и с любых сотовых телефонов. Славянская ЕДДС теперь примет участие в региональном смотре-конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования в Южном федеральном округе» в 2019 году. 2 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов физических лиц. В текущем году для жителей Славянского района направлено 61 тысяча налоговых уведомлений. Из них более 9 тысяч налоговых уведомлений направлено в электронном виде пользователям интернет-сервисов НС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Остальные налоговые уведомления направлены на бумажном носителе через отделение Почты России. В налоговом уведомлении теперь указаны реквизиты платежа и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Поэтому вместе с налоговым уведомлением квитанции больше не направляются. Если ваш ребенок часто болеет и ему необходимо пройти курс оздоровления, приглашаем вас в Управление социальной защиты населения для постановки в очередь на получение бесплатной путевки в санаторий. В течение 21 дня, проведенных в санаториях, ребенок не только пройдет лечение, но и сможет насладиться морским воздухом, провести время в кругу друзей и получить массу незабываемых впечатлений. Одним из обязательных условий получения путевки является получение детских пособий в Управление социальной защиты населения, либо наличие инвалидности у ребенка или родителя. Получить более подробную информацию вы можете в Управлении социальной защиты населения по адресу город Славянск-на-Кубани, улица Ленина, дом 14, кабинет номер 7, телефон 409-76. Предприятие НЭСК, поставщик электроэнергии в нашем районе с целью улучшения качества приема показаний приборов, будет поэтапно уходить от выставления счетов квитанции на бумажном носителе, предлагая своим абонентам альтернативные способы получения квитанции. Теперь счета на оплату будут приходить в личный кабинет или на электронную почту потребителя, ее необходимо сообщить в абонотдел. Для тех, кто не имеет возможности пользоваться интернетом, могут получить квитанцию в абонотделе. Жителям города НЭСК не будет выставлять квитанции на бумажном носителе с ноября текущего года. Все вопросы можно задать по круглосуточному телефону НЭСК. Плюс 7 861 944 77 40. Плюс 7 903 411 77 40. 8 800 600 02 20. Специалисты контактных центров готовы ответить каждому позвонившему жителю города на интересующие их вопросы и принять показания приборов учета. Госавтоинспекции Славянского района. В течение октября будут проводиться массовые проверки водителей на наличие признаков опьянения. Любителям пьяной езды стоит помнить, что управление автомобилем в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения чревато не только штрафом в размере 30 тысяч рублей, но и лишением прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение повлечет за собой уголовное наказание. Госавтоинспекция призывает всех водителей не приступать к закону, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагичными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения, для пассажиров, пешеходов, других водителей. Обращаем внимание жителей, что многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Офис Славянска-на-Кубани изменил график работы. Прием заявлений и документов от жителей теперь осуществляется в следующем режиме. Понедельник, вторник, среда, пятница с 8 до 18.30, четверг с 9 до 20 часов, суббота с 8 часов до 14.30, выходной – воскресенье.